Привет, мои дорогие друзья, с вами снова я, Олеся Медведева, и в этом видео мы продолжим обсуждать то, как проходит мобилизация в Украине. Несмотря на то, что вот эта история с тем, чтобы выехать в другой район, в другую область и так далее, то есть крепостное право, не прокатило, мобилизация, понятное дело, всеобщая продолжается. Призывают военно обязанных мужчин и повестки вручают им, как мы уже с вами обсуждали, да фактически где угодно, на пляжах, на заправках, на блокпостах, в ночных клубах. Даже в сеть попадают прям очень интересные случаи, помнится на Ивана Купала полицейские в Карпатах пришли в какое-то селение с палатками, и от них голый мужчина ретировался в лес. Параллельно с этим власти прям активно так прикрывают каналы, по которым мужчины могли выехать за границу. Мобилизация набирает обороты, и это уже обратило даже на себя внимание западных СМИ. Где не утихает дискуссия, готова ли дальше Украина успешно воевать против России, и нужно ли поставлять ей больше вооружений. В общем, сейчас мы с вами поговорим о том, где и как порой вручаются повестки, и кто помогает мужчинам избежать мобилизации. Как мы с вами, впрочем, буквально недавно обсуждали, что министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что ну нельзя, нельзя использовать повестки, раздавать их в качестве наказания, но все равно это делается. Нередко полиция вручает повестки прямо в ночных клубах, которые нарушают комендантский час, и всем, кто там оказался, вручили повестки. Время от времени полицейские проводят такие рейды в столице Украины, в Киеве. Недавно правоохранители отчитали, что обошли аж 420 заведений, оказалось, что два из них являются нарушителями комендантского часа, и в то время, как правоохранители пришли туда, там отдыхало аж 413 человек. В результате 219 из них, и это, судя по всему, были мужчины, получили повестки из рук военного комиссара, который принимал участие в этом рейде. В Киевской области, в Обухове, также полиция вместе с сотрудниками военкомата решила пройтись по местным заведениям. Тоже выдавали повестки посетителям, отдыхающим. Как заявила военная комендатура, таким образом были выявлены те товарищи, которые так и не стали на учет. Кстати, среди нарушителей комендантского часа, которых вознаградили, скажем так, повесткой, оказалась женщина. В Чернополе патруль остановил девушку, вручил ей повестку и сказал явиться в военкомат. Когда она туда явилась, ну ей же сказали прийти, то сотрудники территориального центра комплектования весьма удивились. И заявили, что вообще не понимают, как же так вышло. По их словам, повестку вручали не военные, вышло какое-то недоразумение, недопонимание. Перед девушкой извинились и отпустили ее. Военно-обязанных в Украине сейчас высматривают почти везде, но в особенности в местах отдыха. В Киеве полицейские пришли к озеру Вырлотя. Когда они попытались вручить повестку мужчине, он оказался неплохим пловцом и решил, что сегодня не тот день, когда стоит получить повестку и начал уплывать от правоохранителей. Видео происходящего публиковали в сети очевидцы. Видно, как группа полицейских стоит на пляже и высматривает кого-то в воде. Ранее повестки ходили раздавать по одесским пляжам. Местные СМИ опубликовали фото, как это все происходит. Вот так пошел позагорать, а ушел в военкомат. Сообщено, что только за один день было выписано 27 повесток, независимо от прописки. А ходит патруль, как вы можете заметить по фотографиям, с видеофиксацией, с камерой, что если вдруг кто-то там соберется убегать, быстренько его на эту камеру снять. Ну и самый интересный, как по мне, случай показательный, это то, как пытались вручить повестку хиппи в Карпатах. На Ивана Купала полицейские нагрянули к водопаду Шипот. Представители разных субкультур, нудисты, всякие хиппи, в общем-то, они формалы туда съезжаются, в эти числа. И у полицейских губа не дура, они нагрянули туда прямо на крупное мероприятие. Костер на Ивана Купала, где всякие разные ребята должны были через него прыгать. Ну и полицейские подумали, ага, если через костер прыгают голяка, значит, ребята рисковые, на фронте пригодятся. Во Львове, по словам одного из нардепов Порошенковской партии Кнежицкого, повестки начали вручать прямо возле церквей. Сегодня во Львове в воскресенье, люди традиционно идут в церковь. И вот кто-то придумал начать выдавать перед церковью повестки в военкоматы, звонят возмущенные священники. Им есть чего возмущаться. Украинские церкви стали настоящей опорой для нашей армии и для временно перемещенных лиц. Значительная часть гуманитарки для войск и для переселенцев доставляется украинскими церквями. Среди самих священников много капелланов. Понятное дело, что украинцам не нравится, что им вручают повестки, где попало. Да, по сути, везде. Ранее в генштабе ВСУ поясняли, что на самом деле повестки вручают не всем подряд, а только тем, кто в военкомате не зарегистрировался, то есть не стал на учет. И об этом, мол, есть соответствующая информация в базе. В генштабе сообщали, не всем вручают же, если человек не явился в территориальный центр комплектования и соцподдержки, а он должен был явиться, и тут появилась возможность дать ему повестку, то в чем проблема? Никто не нарушает закон, не видим здесь проблемы. Но что-то мне подсказывает, что если просто патруль полиции заходит, ну, скажем так, на пляж, место публичного отдыха, в парк, вместе с ними представитель военного комиссариата, и они начинают людям просто вот так выписывать повестки, то вряд ли они в лицо прям знают, кого нет в базе, кто не стал на учет. Люди регистрировали петиции на сайте президента по поводу того, что, ну, прекратите вручать повестки просто так на улице, раздавать их всем подряд. И эта петиция уже набрала 25 тысяч голосов. Реакции президента пока на нее нет, но, как я уже сказала, в Минобороны говорят, что выдавать повестки в качестве наказания – это полная глупость. При этом Резников напомнил, что повестка не означает автоматический призыв, мобилизацию, а является приглашением для того, чтобы уточнить данные в территориальном центре комплектования. В одном из предыдущих блогов я уже приводила позицию самих сотрудников военкомата, которые говорят о том, что они массово раздают повестки для того, чтобы понять, какой вообще в стране мобилизационный потенциал, потому что никто его на самом деле не знает, ибо перепись населения проводилась очень давно, и когда люди перемещаются внутри страны, не все они, даже большинство из них, не регистрируются в военкомате по новому месту жительства. И действительно, в большинстве случаев повестка не означает автоматический призыв, и завтра на фронт, или там в учебку. Сначала в военкомате человек будет проходить медкомиссию, уточнять все данные, определять, какой им службе годится и годится ли вообще. Но пригодных потом, конечно, могут мобилизовать в любой момент. Тем более, что, как говорят сами сотрудники военкомата, планы по мобилизации постоянно увеличиваются. Газета The New York Times пишет, что кампания по мобилизации в Украине носит скрытый и произвольный характер. По данным журналистов, из-за уличных повесток иногда призывают нежелающих, отвергая желающих. Это также привело к игре в кошки-мышки между вербовщиками и мужчинами. Правительственные чиновники говорят, что до сих пор были призваны только те, кто имеет военный опыт или особые навыки. Но и другие, вероятно, будут призваны, поскольку война продолжается. Критики говорят, что призыв на военную службу не был таким избирателем, как его изображают официальные лица, и что поскольку за набор регистрации и призыв в армию отвечают военные, процесс окутан тайной, а стандарты, применяемые каждому этапу, непрозрачны. Охотятся не только за призывниками в Украине, но и на тех, кто помогает им избежать мобилизации. Причем, судя по количеству показательных разоблачений, мы имеем дело с массовым явлением. Когда спрос, а именно желание не попасть на фронт, рождает предложение. Услуги по выдаче липовых справок, оформлению каких-то липовых документов, вплоть до вывоза за границу. На днях в МВД отчитались, что бизнес по вывозу мужчин за пределы Украины, то есть за границу, разросся до невиданных масштабов. Только в ходе одной операции силовики заявили о закрытии сразу 45 каналов. Незаконного вывоза мужчин призывного возраста за границу. Задержаны 64 участника группировки. Информацию о возможности выезда размещали в закрытых телеграм-каналах. Вывоз осуществляли пешком, на авто, на лодках или вплавь, в водолазном костюме, а также делали фиктивные справки для выезда. За услуги брали от 1000 до 20 тысяч долларов. За время своей работы успели заработать 200 тысяч долларов. Еще одна схема на днях была раскрыта. В Киеве задержали мужчину, который тоже помогал за 1600 долларов мужчинам призывного возраста выехать из Украины. Он изготовлял пакет поддельных документов о том, что мужчины, которые платят ему деньги, якобы учатся в иностранных вузах. А как вы помните, студентам иностранных вузов, аспирантам, докторантам разрешили выезжать. И, кстати, этой фишкой с поступлением в заграничные вузы стали пользоваться. Семестр в каком-то университете в Литве, Латвии или Польше стоит 2-3 тысячи долларов. То есть это даже дешевле, чем заплатить кому-то, чтобы тебя переправили просто за границу. Для поступления в некоторые вузы не нужно собственное присутствие. Все оформляется онлайн, а дальше целый пакет документов. Но человек действительно поступает, присылают в Украину и по этим документам он может выехать. Но здесь тоже не все так просто. Сначала все равно придется пойти в военкомат, чтобы получить отсрочку по этим документам. Потому что если человек учится на контрактной форме обучения, то его просто так без справки из военкомата об отсрочке не выпустят. Также участили случаи, когда на границе разворачивают студентов, которые действительно учатся в зарубежных вузах. Большинство из этих людей действительно не пошли в военкомат и выезжали просто по студенческому билету. Их не пустили. Но не факт, что в территориальном центре комплектования такую справку дадут. Зависит от работающего там контингента, от сотрудников. В некоторых военкоматах и нацполиция тоже показывала эти разоблачения. Нашли людей, которые предлагали за 12 тысяч долларов снять военно обязанных мужчин с учета и выдать им справку о непригодности, по которой они могут беспрепятственно выезжать за границу. Есть также случаи задержания и разоблачения врачей, которые делали фиктивные справки о плохом здоровье. А вообще за отказ служить в военное время, согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины, можно получить от 3 до 5 лет тюрьмы. При этом таких приговоров на самом деле единицы. В июне зафиксировано в Украине лишь 4 производства по уклонению от мобилизации. Тогда как в первые месяцы войны таких дел было возбуждено намного больше. За первый месяц 198 таких дел. При этом масштабы теневого бизнеса показывают, что в реальности желающих откосить от мобилизации гораздо больше. Вот такая информация к вашему размышлению, друзья мои. На этом у меня пока все. С вами была я, Олеся Медведева. Не забывайте подписываться на наши каналы, чтобы не пропустить следующие видео. Это страна Юи, ясно, понятно. Ну и, конечно же, наш телеграм-канал «Политика страны». До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok